Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Сегодня будет подведение итогов к прошедшему розыгрышу на знание марок СССР, объявление победителя. Но сначала я немножко хотел бы сказать два слова. Во-первых, о самом розыгрыше. Друзья, меня некоторые пользователи там в комментариях упрекали за то, что розыгрыш слишком замороченный, он нудный, правила сложные и так далее. Друзья, ну я еще раз хочу сказать, что, во-первых, примите, пожалуйста, во внимание, что люди все разные. У меня уже свыше 2700 подписчиков на канале. Ну, конечно, постоянно смотрят не все, там, наверное, я не знаю, 500, 600, 700. Но так или иначе, люди разные, людям интересны разные темы, разные форматы коллекционирования, да. И в том числе вот такое филателия, это про тщательный, скрупулезный отбор марок, причем по каталогам, да. Вы знаете, что я постоянно в своих видео выступаю за то, чтобы филателисты пользовались каталогами. Ну, для опытных это очевидно, но мой канал все-таки популяризаторский, он ориентирован на такую вот более начинающую аудиторию, да. И, собственно, смысл вот этого розыгрыша был в том, чтобы как раз подвигнуть филателистов, в том числе пользоваться каталогами, да. Ну, или так или иначе как-то вот смотреть, то есть я второй вариант сделал, возможность ответа, да, просто название марки и год. Ну, вот. Но так или иначе цель была вот в этом. Поэтому, в общем-то, не стоит там говорить, что это нудное. Знаете, кому-то нравится такое, кому-то другое. Я все-таки стараюсь достаточно такой разнообразный контент генерить на своем канале, который был бы интересен разным группам зрителей. Вот. Это то, что касается, значит, да, такое вот вступление небольшое. Почему я это сделал? Друзья, теперь я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие. Вот видите, здесь 94 комментария было оставлено. Но это, конечно, не все. Тут были разные переписки. Кто-то с кем-то, значит, вот общался и так далее. Ну, я так или иначе благодарю всех, кто принял участие именно непосредственно, да. И, в принципе, всех, кто оставил какие-то комментарии в поддержку тоже, да. Вам тоже большое спасибо. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, тех, кто принял участие в конкурсе. Вот. Лев713, да, ник на ютубе такой я засчитал ответ. Александр Тенинбаум. Александру особое спасибо сейчас, позже скажу, за что. Значит, юный филателлист, это Кирилл мне на почту написал потом свое имя. Значит, тоже большое спасибо за участие. Татьяна Ануфриева была первая, кто оставил содержательный и соответствующий всем правилам розыгрыша комментарий. Значит, еще, друзья, вот видите, я даже писал. К сожалению, была такая проблема на ютубе. Комментарии пропадали или были не видны, значит, другим пользователям, всем, кроме того, кто вот оставил его, да. Вот я тут даже два написал по этому поводу сообщения. Значит, еще приняли участие, то есть на другие, да, ресурсы мне написали, там ВКонтакте или на почту или ватсап. Вот Александр Познухов, Софи Ок, Сергей Малышев. Вам тоже большое спасибо за участие. Все, значит, ваши ответы тоже приняли участие в конкурсе. Друзья, значит, какие марки шли в зачет? Давайте я их покажу. Потому что, ну вот тоже меня обвиняют в том, что условия конкурса сложные, да, там замороченные. Ну, а как по-другому? Вот давайте посмотрим вот эту вот марку 28-го года из серии 10 лет РКК. Ведь смотрите, что здесь получается. Я сказал, что в зачет идут те марки, которые, в которых Аврора присутствует хотя бы фоном, да, там силуэтом каким-то может быть. Но она угадывается, что это именно Аврора. Вот смотрите, какая здесь проблема с этой именно маркой. Здесь вот мачта первая, вот я курсором показываю, да, первая, вторая трубы нормальные, там толстые. А вот третья труба, видите, она изображена совсем тонко. Это можно посчитать, что это вообще вторая мачта, и тогда это корабль двухтрубный. Неоднозначно. Именно в отношении этой марки я специально сказал, что Аврора там может угадываться из какого-то контекста, да, для того, чтобы эту марку иметь в зачет. Ну, здесь не очень хорошее качество этого скана, да. Вот здесь вот у матроса на бескозырке написано, что это Аврора. Друзья, понимаете? Вот, поэтому эта марка шла в зачет. Антон Лунев про нее написал отдельно. Ну, и, кстати, некоторые в своих ответах ее указали. Вот эта марка, друзья, вот он, смотрите, силуэт Авроры. Но я сам до этого конкурса, к стыду своему, я не обращал внимания. И вот первый, кто мне открыл глаза, это как раз Александр Тененбаум. То есть, вот эта вот марка 43-го года, видите? Вот две другие, где тоже силуэт Аврора угадывается. Вот он, силуэт Авроры, да. То есть, про них-то я знал. Ну, до этого конкурса, да, то есть, я обращал на это внимание. А вот эта марка, да, ну, такая же, это только в синем цвете. Да, вот эта марка 848-я по каталогу Соловьева. Так что, Александр, еще раз вам большое спасибо. Вы тоже расширили и мой кругозор. Ну, по крайней мере, вы первые были, кто написал про эту марку, чей ответ я увидел. Вот, значит, блок 57-го года, видите, здесь однозначно, вот она Аврора. Вот такая вот марка, вот она тоже, видите, здесь Аврора. И эта же марка на блоке, вот она, да, 100 лет русской почтовой марки. Так, значит, вот она марка с Авророй. Вот, видите, силуэт Авроры тоже четко прослеживается. Три трубы, вот эти вот мачты с растяжками антенн. Значит, вот, смотрите, такая марка, да, вот она, 63-го года. И такая. Значит, сразу объясню. Видите, это по сути, как бы, ну, можно сказать, что разновидности по цвету, да, здесь вот, 17-й год другим цветом, разными цветами. Но это разновидности, которым в каталоге присвоены отдельные номера. То есть, другие там, кто-то было писали разновидности, там какая-то еще форма, там, значит. Вот, если нет отдельного цифрового номера у марки, я это не учитывал. Такие разновидности. Но здесь цифровые номера есть уникальные. Так, значит, вот, да, тоже силуэт Авроры явно просматривается. Ну, здесь не очень хорошо видно, но здесь вот, да, орден Октябрьской революции, на котором изображена Аврора. И я все такие марки принимал в зачет. Вот, ну, вот он тоже, да, марка, непосредственно посвященная ордену Октябрьской революции 68-го года. Да, здесь есть изображение Аврори на ордене. Ну, вот, собственно, непосредственно сама марка, да, посвященная Авроре с 70-го года. И здесь же, кстати, вот, она же тоже Аврора на этом ордене. Вот, тоже вот орден Октябрьской революции с Авророй. Ну, здесь непосредственно, да, Аврора. 60 лет октября, вот эта серия 77-го года, она представлена. И вот тоже 78-го года, видите, здесь вот эту вот марку, многие на самом деле не указывали ее, да, потому что, хотя здесь вот тоже, вот она Аврора на ордене Октябрьской революции присутствует. Ее заметить трудно. Так, вот, значит, слава великому Октябрю за мир во всем мире 85-го года марка. Вот эта марка, вот она, видите, перестройка. Ну, здесь часть силуэта Авроры, но оно вот то, что я говорил, да, орудие высокий полубак, орудие на полубаке. Ну, и как бы продолжение дела октября, то есть, раз речь идет об октябре, и здесь вот корабль изображен, да, опять же, из контекста можно понять, что это Аврора. Два стандарта, видите, вот он 88-го года и тоже 88-го года, но, по-моему, она в 89-м, вот эта вторая выходила. Там разница по способам печати, и тоже этим маркам в каталоге присвоены разные номера, видите, 60-14, 61-46. И вот я хочу показать пример, тоже некоторые писали, Саша Познухов, я надеюсь, ты на меня не обидишься, что я подобные твои ответы не принял в зачет. Вот, видите, здесь, ну, как бы это вот картина, да, штурм Зимнего, идут на штурм там солдаты и матросы революционные, и вот некий прожектор. Да, на самом деле можно предположить, что это прожектор Авроры, но это все-таки наши домыслы, тем более, что там, кстати, на Невето-то стояла целая эскадра. У меня, я помню, был в 87-м году, по-моему, я выписывал журнал «Моделист-конструктор», там была большая статья, посвященная вот 70-летию революции, называлась «Эскадра октября», там, по-моему, 13, что ли, судов, общей силой кораблей и судов стояло там, и эсминцы были, и учебное судно, верно, вот, помимо Авроры. То есть, на самом деле, как бы, ну вот, не факт, что это прожектор именно Аврора. Предположить можно, но это все-таки домыслы. Поэтому вот такие вот марки, где только прожектора на фоне там Зимнего дворца или вот штурмующих Зимний дворец солдат и матросов, да, но самой Авроры не видно, ее силуэт невозможно разглядеть. Вот такие вот марки я в зачет не принимал, не принимал также указания на купонах, там тоже некоторые писали, вот, на купоне к такой-то марке. Но, вы понимаете, купон, это все-таки изначально не ложится в те условия, которые я обозначил, да, это коммеморативные стандартные марки и блоки, да, то есть, имеющие вот номера по каталогу, да, которые можно по каталогу идентифицировать. Так вот, друзья, ну, всего, видите, получается 22 марки, да, могло пойти в зачет, но 22 никто не назвал, да, как, помните, в этих, в лотерее. Шесть номеров не угадал никто, а много было, там, по 12, 13, 14 ответов. Некоторые дописывали потом, что-то еще находили, да, ну, вот, Лев 713, 13 ответов, да, Александр Тененбаум, по-моему, 12 или тоже 13 он дал. Почему-то, Александр, вы как-то это немного, а, ну, по-моему, потом тоже, может быть, было дописано, вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, да. Да, последний, как-то вы, видимо, область ваших интересов заканчивается где-то там в шестидесятых, может быть, годах. Вот, юнофилателлист Кирилл тоже, вот, десять марок написал. Татьяна Ануфриева, по-моему, с учетом того, что потом сначала вот самое первое написало, да, тут было, получается, сколько, девять марок, да, но потом еще четыре, пять, шесть, семь дописала, да, в общей сложности шестнадцать. А, значит, вот такой вот ответ я получил, значит, еще Сергей Малышев, по-моему, там, тринадцать марок перечислил мне на почту. Значит, вот такой вот ответ я получил от Александра Познухова, видите, здесь много, но в зачет здесь пошло, по-моему, восемнадцать всего. Почему? Потому что, вот, прожектор Аврора, я говорю, я не принял, и, по-моему, где-то там еще что-то, купон было тоже, может быть, значит, да, вот, на купоне это тоже я не считал. В общем, восемнадцать очень много, но, друзья, да, как я и предполагал, на самом деле, ну, активно были достаточно опытные филателлисты, те, кто именно занимается марками СССР. Вот, вот, Александр, Татьяна Ануфриева, я знаю, она прекрасно рассказывает о своей коллекции хронологии марок СССР на своем канале. Вот, но, значит, друзья, еще больше и лучше всех ответила девушка, ну, вот, ник такой вот, не знаю, толстый тюлень, но это София, девушка из Минска молодая. Значит, вот она мне прислала, даже скриншот приложила, видите, значит, где ее ответ на, к этому видео. Значит, с учетом, когда вот я получил это письмо и, значит, скриншот был сделан, получается, через 15 часов после того, как дан ответ, это, получается, ответ был размещен, ну, где-то вечером в субботу, там, в районе, там, 23, наверное, часов по Москве. То есть, получается, она тоже одной из первых дала свой ответ, причем ответ этот очень полный, видите, здесь аж 20 марок указано, вот, все, как бы, идут, ну, кроме вот купон, значит, да, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать и вот двадцать. Да, две, которые купон, я тоже, как бы, не принял их в зачет, но 20 марок вот из этого перечня Софья указала, поэтому, Софья, я вас поздравляю, вы победитель, вдвойне приятно, что, вот, молодежь у нас так выстрелила в этом конкурсе. Пожалуйста, свяжитесь со мной, либо на почту, указанную под этим видео, либо, значит, ВКонтакте можете мне написать, так же, как писали, сообщить в ваш адрес. Сейчас я отправлю, значит, вам тот приз, который, вот, я показывал и, соответственно, перешлю ваши данные Артему, владельцу магазина, значит, вот, Петровка Коллекшн, который тоже свою часть, значит, вам направит. Вот, вот, секунду, значит, я еще хотел сказать, там тоже у Артема не получилось оставить, почему-то не проходили его комментарии к, значит, вот этому видео, он утешительные призы, значит, выбрал. Артем написал тоже, Ютуб удаляет и мои ответы, значит, кому он хотел бы вручить утешительные призы, это отправить открытки с видами Киева. Лев 713, Ютуб мой день, пан Андрей Сизов, вот, Сергей Суховерхи, вот, но это, видимо, за позитивный, ну, за позитивный такой комментарий, который, значит, он оставил, несмотря на то, что он ответ, который, как бы, да, ну, принимает участие в конкурсе, он не дал, но, тем не менее, вот, Артем его выбрал. И Мир Коллекции, Антон Лунев, который первый написал, вот, про марку выпуска 28-го года, ту самую неочевидную. Вот, уважаемые коллеги, значит, кого я назвал, еще раз повторю, Лев 713, Ютуб мой день, пан Андрей, Сергей Суховерхи и Антон Лунев, тоже, пожалуйста, или напишите непосредственно, вот, я надеюсь, номер для связи, там, вайбер, телеграф, ватсап, можно любым мессенджером написать Артему свой адрес фио для отправки, вот, такого утешительного приза. Ну, либо, если вы ничем из этого не пользуетесь, мне тогда просто можете написать, я Артему ваши данные перешлю. Все, друзья, спасибо большое за внимание, будут еще обязательно конкурсы, будут конкурсы разные, напряжные, ненапряжные, вот, я стараюсь, как я сказал, разнообразный контент делать для зрителей. Будьте здоровы, увлекайтесь филателлией, смотрите мой канал и до новых встреч!